Еще один миф о том, что грудное вскармливание – это очень болезненная история. Она болезненная в том случае, если техника прикладывания в начале организации грудного вскармливания была неправильная, и мама заработала трещины и намазоленность сосков. Если техника прикладывания на старте правильная, то эти проблемы минимизируются. И бывают женщины с действительно повышенной чувствительностью сосков. И для них есть такие вещи, как силиконовые накладки для кормления и другие приемы, которые мы обязательно подскажем маме в нашей школе. Мам, приходите учиться с нами. Очень часто, особенно в начале лактации, приходит избыточное количество молока. И если позаботиться об этом заранее, можно создать банк грудного молока. Если мама, соблюдая рекомендации по профилактике лактостаза, проводит небольшое сцеживание груди после кормления, в том случае, если она достаточно плотная осталась, то это молоко сначала мы кладем в холодильник и потом в морозильную камеру. Сохранять это молоко можно в течение года и использовать потом, когда мы даем ребенку кашки, для оптимизации вкуса и приучения ребенка к новым видам прикорма. Мамы часто пугаются рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения сроков длительности кормления. Это два года для малыша, и мамы думают, что это очень долгий срок. Но нужно понимать, что вскармливание грудью, вот такое плотное, это полгода, когда ребенок ест только грудь. На втором полугодии мы постепенно замещаем по одному кормлению довольно быстро, и к году у нас остается по большому счету два прикладывания к груди в сутки. И весь второй год мы даем малышу по большому счету с грудью уже не еду, а иммунитет, общение, и таким образом оптимизируем наши взаимоотношения с ребенком. Субтитры создавал DimaTorzok